Ой, стоп, извини, Васенька, окошко хорошо видно? Да, конечно. Точно? Только руку убери, и будет хорошо. Ну так вот, руку убери, да? Да. Окей. Раз, два, три. Добрый вечер, с вами Юлия Латынина и Код Доступа. Слушайте нас по Эхо Москвы, смотрите нас по YouTube-каналу Эхо Москвы и по ему собственному YouTube-каналу Латынина ТВ. Да, у нас на канале Добрые Вести, мы обзавелись кучей оборудования, скоро у нас будут стримы и всякие картинки, и мы, кстати, здесь постараемся сейчас использовать картинки в режиме теста. И, кстати, мы на канале повесили большую работу, которая называется Ахилл Патрокл и Бресейда, об истории однополого секса от колопа и до жирафа и от ромала до наших дней. Это уж как-то очень надоело, то беспросветное средневековье, в которое страна погружается. Так что подписывайтесь на оба канала, смотрите на моем канале Ахилла Патрокла и Бресейду, ставьте лайки и так далее. И мы узнали на этой неделе, что не обязательно быть Навальным, чтобы наша медицина не поставила вам диагноз. 13 школьников в Великих Луках отравились патриотизмом. Во всяком случае, так считает начальник управления образования города Великие Луки, Татьяна Лозницкая. Еще раз, 13 человек привезли на скорых, их рвало, три потеряли сознание. Все это произошло сразу после того, как произошел какой-то торжественный салют, выстрелили из ружей. И вот, согласно госпоже Родницкой, Лозницкой дело было в торжественной атмосфере, звучали речи патриотической и морадственной направленности. Ну и вот при таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание. И так 13 раз. Ну, несмотря на то, что наш российский патриотизм в последнее время действительно сильно попахивает новичком, все-таки предположение начальницы является совершенно ненаучным по той простой причине, что если бы травились патриотизмом, то это произошло бы не только в городе Великие Луки, но решительно в каждом городе и весе. Наблюдался бы массовый падеж зрителей при просмотре Соловьева и Скобеевой, повышенная смертность во время пресс-конференции Путина, а посещение Госдума было бы все равно, что выпить новичка. Но я, собственно, сейчас немножко о другом, потому что власти Псковской области обнародовали данные о результатах анализов и сказали, что все произошло естественной причиной и ничего они такого не нашли, типа нарушения обмена веществ. А взял под контроль ситуацию губернатор Псковской области, ну это надежно, если точно ничего не выяснят, надежнее было бы только поручить главврачу Мураховскому или доктору Мясникову. Но вот понимаете, это какое-то средневековье, то есть 13 человек, и у всех вместе, или Рафаэлки не хватило, и гипогликемия, и это комедия Мольера, это средневековье, а 13 человек, с которыми что-то случилось, их влечат, как врачи, лечили во время Мольера, скопление черных гуморов, колдовство, мы не знаем. И, в общем-то, школьникам повезло больше, чем осьминогу до Флейна и прочим обитателям Халактырского пляжа на Камчатке, потому что школьники еще выжили. А осьминог отбросил свои восемь ног, и снова неизвестно, что произошло. Опять эта проклятая неизвестность. Напомню, что есть Камчатка, есть фантастическое биоразнообразие видов на ней. Вот если получится, мы на Ютьюбе покажем фото Александра Семенова, это такой знаменитый морской фотограф. И вот теперь все это биоразнообразие валяется на песке в сдохшем виде, причем валяются именно те животные, которые не могли уплыть. Рыбы уплыли, а вот губки и прочее валяются. И вот когда серферы на этом пляже, тем более, что они сами притравились, они обнаружили вот это вот кладбище, то немедленно первой версией нашего государства было, что у осьминога, дофлейна и прочих губок и ежей случилось нарушение обмена веществ. Гиперглиокемический кризис. Рафаэлку забыли они покушать, и все имело исключительно природный характер. Виноваты были не то вулканы, не то водоросли. Вот глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин объяснил, что после штормов происходит повышение токсичности микроорганизмов в воде. Короче говоря, мысль о том, что могут быть виноваты объекты, которые в рамках политики исправления имен называются полигонами ядовитых веществ, а на самом деле являются просто помойками, вот как-то не особенно посетило наших чиновников. В общем, не знаем, кто это вулкан или живая природа, но это не мы. И вот вчера то же самое сказал вице-президент РАН Андрей Адриянов. Он сказал как раз на совещании у Кобылкина, что это Red Tide, что это красный прилив. И в принципе это возможная вещь, потому что красный прилив это ужасная штука, это цветение одноклеточной водоросли динафлагелята, ужасная, натуральная, убивает все живое в воде, потому что, во-первых, она выдавливает из воды кислород, а во-вторых, там образуется токсин, бревитоксин. И бывает даже случай, когда люди гикнулись, вот в порте Морисби умерли два человека где-то в 70-х годах, а на Борнео вообще где-то в 76-м году травились 202 человека, из них 7 умерло. И я, конечно, в отличие от Академика Адриянова, я ничего не понимаю в красных приливах, и я даже так, знаете, сначала подумала, вот надо же, мы тут все думали на то, что у нас какую-то очередную помойку пролилась в океан, и что произошло, ну, примерно как, помните, только что в Ливане, когда Хизбалла украла вместе с коррумпированными морскими чиновниками, украла груз селитры с корабля, чтобы продать, видимо, ИГИЛу, значит, продать не смогла, груз этот хоронили несколько лет, пока он не взорвался. И вот что-то такое, вот, как в Ливане протекло в океан. А вот, оказывается, думаю я, на самом деле, да, вот природа, она же сама умеет убивать, есть красные приливы. Ну, вот я говорила со специалистами в области морской биологии, я говорила с Марией Воронцовой из Международного фонда защиты животных, я говорила с Григорием Цидулко, он специалист по морской биологии, но правда все время подчеркивает, что по китам, а не по беспозвоночному, которые как раз были на Камчатке, он был, и с Аганессом Таргуляном, я говорила из Гринписа. Я вкратце приведу вам их аргументы, потому что они, скажем так, не во всем доверяют версии академика. Но, во-первых, красные приливы, они обычно бывают, когда водоросли цветут, а водоросли цветут весной. Они цветут, когда световой день увеличивается, а вот конец сентября, это как-то время остывания океана, а цветение водорослей происходит на фоне поднятия температуры, и как-то в этих краях, в отличие от той же Калифорнии, красный прилив не характерен. Да, бывали красные приливы в этом году, но, во-первых, они бывали раньше, и вот просто как-то не было того, чтобы он столько убил. Во-вторых, вот есть картина заморов при красном приливе, и в первую очередь красный прилив убивает тех животных, которые находятся вверху или в толще воды, то есть рыб. А здесь были убиты придонные животные, как раз никто не говорит о массовой гибели рыб, хотя они тоже, довольно их много погибло. И вот как раз цедулка была на пляже, и ему показалось, что химический характер отравления, потому что у бедных морских ежей просто иглы отваливались, при этом они были свежие. Вот она обратила внимание, что там было разное количество двустворчатых моллюсков валялось, причем они все были полураскрыты, и все с моллюсками свежими внутри. Почему это странно? Потому что, ну, обычно, если моллюска выбрасывается во время прилива, он же не дурак, он же это происходит, поэтому он смыкает створки и переживает это время. А если уж ему по какой-то причине поплохело, и он раскрылся во время в воде, то его, значит, кто-то в этой воде обычно съел. То есть это редкая ситуация, когда лежит моллюск, и у него и створки раскрыты, и внутри моллюск. И он свежий, и ежи свежие, а иглы у них вот просто бока обожжены. То есть то, что отводят отверстий красного прилива, что пострадали донные организмы, никто не говорит о массовой смертности рыб. Третье, если посмотреть на сайте Greenpeace, видно, что загрязнение пошло с реки Налычевыч, что-то она вынесла в океан. Причем очевидцы описывают это что-то, как пену с желтым оттенком, маслянистую звесь и пленку. Понятно, что это не значит, что на картинке мы наблюдаем вещество, которое убило ежей. Понятно, что на картинке мы наблюдаем грязь после сильного ливня, но в том-то и дело, что этот сильный ливень вынес в океан что-то еще кроме грязи. Кстати, замечу, что хотя красный прилив действительно может быть естественный феномен, но есть еще его причины. Например, он может быть усилен сбросом удобрений в воду. Вот есть Женевское озеро, которое в 60-х годах вовсе померло, сейчас оно живо. Это был, конечно, не красный прилив, потому что красный прилив – это море, но это было тоже цветение одноклеточных водорослей. Но опять же это было цветение одноклеточных водорослей, потому что гигантское количество удобрений смывалось со склонов. Но самое простое другое. Вот уже неделю все это продолжается. И если это было цветение водорослей, то это вообще значит, что во всех этих погибших ежах должен быть бревитоксин. Это элементарно, Ватсон. Это не новичок обнаружить, у которого там фемтограммы. Любое органическое вещество обнаруживается с современными методами без больших проблем. А как раз бревитоксин, он не просто содержится в этих несчастных гребешках, они фильтраторы. Они сидят на дне и фильтруют через себя толщу воды. И, собственно, одно из самых опасных для человека вещей – это как раз когда во время красного прилива вот мидия или моллюск наглотается бревитоксина, и вот тогда-то человек и травится. То есть это там в чудовищных астрономических количествах должно содержаться. И никакая сколько-нибудь приличная лаборатория, ну просто ни малейших проблем обнаружить это нет. И вот нам вице-президент Ран вместо того, чтобы сказать, вот анализы, ребята, вот бревитоксин. Значит, нам вот, как в случае Навального, говорят, да нет, это там нарушение обмена веществ, вот как школьникам в Великих Луках ничего не нашла, как главврач Мураковском ничего не нашел в Навальном, так и, значит, Росприроднадзор нам говорит, что там какие-то небольшие превышения по железу и фосфатам. Вот тот самый Росприроднадзор, который возглавляет красавица Светлана Родионова, которая часто летает на частных самолетах с Антоном Устиновым, сыном бывшего генпрокурора и главой СОГАЗа. А вот расследовать страшную катастрофу в Норильске она полетела любезно на бизнес джетти Норильска. И, кстати говоря, люди, которые видели, как брали эти пробы, они очень смеялись. Я не буду говорить, кто это брал. Потому что, не дай бог, я сделаю какую-то ошибку. В общем, они мне рассказывали, что-то вот государство пришло с водолазами. Водолазы тут утопил две бутылки из-под Шафанского, когда пытался взять пробы. После этого грязным ведром наливали пробы. И, ну, когда такая штука доставляется в лабораторию, то просто в лабораторию, опять же, что пробы доставлены в своей торе, и ни один суд не принимает это во внимание. И обратите внимание, что, во-первых, рядом с Халактырским пляжем находятся пять прописью, пять опаснейших помоек. И обратите внимание, что дальше вот просто началось реально, как с Навальным. Вот как они говорили. Во-первых, он отравился сам. Во-вторых, никакого отравления не было, а было нарушение обмена веществ. И вот сейчас они говорят, во-первых, это совершенно естественно, а во-вторых, начинают нам рассказывать, что там было какое-то судно, которое сливало какие-то воды. Мы не знаем, как было это судно, но, значит, оно уже все слило и ушло. И начинают нам рассказывать про Козельский полигон, который действительно очень неудачно расположен. Там 20 тонн мышьяка якобы находится. Он как раз находится на притоке реки Налычева. И выглядит эта помойка с артутью и мышьяком, и бог знает чем, как площадка в лесу размером с полтора футбольных поля, все это прикрыто шляком, потом пленкой, потом вторым слоем шлака, и пленка торчит из земли. И вы спросите, почему это называется полигон, а не свалка? Ответ, потому что это обошлось в 5 миллиардов рублей. То есть, конечно, это тоже красивая вещь, которую нам показывают. Это вот тоже абсолютный Ливан. Но почему я не верю в историю про свалку, тем более про танкер, вернее, историю про вот этот вот самый полигон? Да очень просто, потому что так рвать задницу министр природы, и тем более вице-президент Академии наук, но это можно только если это военные. Только если это действительно какая-то секретная штука, которая, скорее всего, хранилась или на военном полигоне, или даже на гражданском, но точно не должна была там храниться. И вот они теперь просто как с Навальным бегают и рассказывают, что у осьминога до Флейна произошло нарушение обмена веществ. И, конечно, я вообще... Просто грубо говоря, бедных осьминожек отравили, считайте, новичком. Только Навального специально, а этих вот нечаянно, потому что экологические катастрофы, обратите внимание, они всегда происходят прежде всего в бедных и коррумпированных странах. Вот одна из сильных вещей, за которую я не люблю зелёных, это то, что они нам рассказывают, что самая страшная вещь на свете – это диоксид углерода, и таким образом перекладывают вину за загубление земли на богатые страны, у которых всё в порядке с экологией, у которых цветут цветы, у которых леса нормально растут, у которых нет избытка пестицидов и ядов, у которых не может случиться такой штуки, которая случилась вот у нас на берегах Камчатки или вот там вот в Норильске, где Норильский никель просто сбрасывал всё своё дерьмо просто в тундру. И, соответственно, вот богатые страны сейчас реально живут в гармонии с природой, потому что они богатые, потому что самая страшная экологическая катастрофа – это коррупция и нищета. И что я абсолютно поддерживаю – это то, что мы действительно страшно обращаемся с окружающей нас природой, особенно с окружающим нас океаном. Кстати, вот тут богатые страны – это единственное исключение, потому что тут богатые страны тоже делают гадости, тоже ловят многие рыбы, и это единственное исключение, потому что на океан действительно очень сильно, гораздо больше, чем на сушу, влияет потепление и особо сопровождающее его окисление океана. Но вот обратите внимание, что Навального траванули хотя бы специально, а бедных осьминожек траванули, судя по всему, по невероятной, офигительной халатности, потому что вот мы стремимся к берегу слоновой кости, а мы превращаемся в Нигерию с ядерным оружием. А кроме ядерного оружия у нас есть химическое, а это химическое оружие или ракетное топливо, или что оно там лежало, лежит в таких же условиях, в которых в Ливане хранилась селитра, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Совершенно чудесную историю опубликовали Open Media про Институт Гомолеи, которые создали первую нашу вакцину от коронавируса. Я, кстати, по-прежнему продолжаюсь придерживаться мнения, что эта вакцина, в отличие от всякого фавиперавира, и поросих фуфломицинов, которые нам предлагают, это вполне разумный научный продукт, к нему есть вопросы, как ко многим разумным научным продуктам, но это взрослые вопросы. И, откровенно говоря, я сильно рекомендовала бы тем людям, которые сейчас вот просто в Москве начинается страшная вторая волна ковида, но, может быть, чем ждать ковида, лучше привиться, по крайней мере, скажем так, ваши риски при вакцине, мне кажется, будут значительно ниже, чем ваши риски при болезни. Но я сейчас про другое, про open-media. Один широко известный, значит, они рассказали несколько историй, одну широко известную, что Гамалея – это разработчики того самого КГцела, который один из самых известных российских фуфломицидов, и это, конечно, просто позор. Я уже говорила, что для того, чтобы торговать такими патентованными снадобьями, как Герои О. Генри, нужна специальная болезнь, их же нельзя продавать, условно говоря, какой-то специализированной вещи, типа гепатит С, который, во-первых, известно, который, во-первых, без серьезных лекарств не лечится, а во-вторых, и сама не пройдет, а во-вторых, гепатит С, слава богу, хотя, к сожалению, довольно много народу болеет, но не так много, как болеет простуда и гриппом, поскольку значительное количество людей от простуды, гриппа и короны выздоравливают сами, то всегда можно продавать фуфломицин и всегда найдется большое количество людей, которые скажут, «О, я съел, мне полегчало». Так вот, и вот, ну как, в начале XX века этим торговали герои Генри в Америке, а с тех пор появилась FDA, и в Америке людей, которые этим торгуют, сажают, а наши FDA, наш Минздрав и прочие, наоборот, это включают в списки жизненно важных лекарств и так далее, и так далее. Но это ладно, это мы все знали, что Гамалея виновата в Кагоцеле, но Open Media раскопали феерическую историю, что институт Гамалеи создавал векторную одиновирусную вакцину против гриппа. Напомню, что ковидовская вакцина тоже векторная одиновирусная. Причем, конструкция выглядела примерно так. Взяли Роснано Чубайса, Чубайс выделил миллиард, запятая три денег, и, разумеется, досталось эти деньги не институту, а какой-то кипрской конторке, которой владел некто Атаул Лоханов, в бывший сотрудник института. Конторка обещала построить завод в Ярославской области. Как вы думаете, где завод? Правильно, деньги просто украли. Но самое прекрасное, о чем пишет Open Media, это что, как именно Гамалеи удалось обойти соперников и получить денег на разработку своей вакцины, и ответ такой, есть основания полагать, что институт причастен к разработке философского камня. Я напоминаю, что это в материальной Европе философский камень превращал металлы в золото, а на Востоке это был эликсир бессмертия. Его в свое время искал император Уди, который правил чуть больше, чем 2000 лет назад, несмотря на свои поиски. Он не дожил до наших дней, но все у него было строго по науке. У него шаманы из царства Юэ организовывали беседы с духами, маги из царствицы занимались поисками бессмертных, снаряжали морские экспедиции в поисках острова Пенлай. В 113 году до н.э. император провел на горе Тайшань жертвенную церемонию духом неба и земли. И в поисках бессмертия, кстати, давал магам высокие должности. Один даже получил титул князя и принцессу в жены, потом его казнили за шарлатанство. Но интересно, что после всех этих экспериментов с артутью, которых император Удин окушался больше, чем осьминог дофлейна на Камчатском пляже, у него наступил классический симптом отравления артутью. Мания преследования. Впрочем, это также классический симптом отравления властью. И в общем, в результате началась охота на ведьм. Начали казнить чиновников, причем вместе с родами, но это же древний Китай, казнили двух императорских дочерей, и казнили первого министра, еще раз повторяю, вместе со всей семьей. Потому что, очень интересно, почему человек, император был глубоко духовный человек, он же видел сны. И вот во снах ему было откровение, что такой-то колдун, допустим, первый министр, естественно, его сразу бросали в застенок, немного пытали, и что вы думаете, выяснялось, что кеда действительно колдун. И вот, честно говоря, когда я это прочитала заново, меня сильно торкнуло, потому что я подумала, что вообще прием всех этих препаратов для бессмертия может быть небезопасен. И, кстати, вообще есть целый ряд сюжетов в истории, которые связаны с тем, что просто правитель какой-то страны что-то принимал, и у него после этого случаются какие-то проблемы с психикой. Вот есть классический случай Генриха VIII, который казнил своих жен, и там было много у него медицинских заморочек, но в частности, одна из проблем у него была та, что у него была все время трофическая язва на ноге, и клали ему на ногу повязку с пропитанной ртутной мазью. То есть у Генриха VIII к концу жизни было такое серьезное отравление ртутью, что его паранойя совершенно неудивительна. Так вот, это, собственно, такая прекрасная история, на мой взгляд, которую раскопали Open Media, потому что жизнь действительно можно продлить. Вот история о том, что здоровье не купишь за деньги, она сильно устарела. Не всегда, но очень часто купишь. Вот это просто на наших глазах Трамп вылечился от коронавируса, я, кстати, дальше об этом поговорю, но есть там стенты, статины, моноклональные антитела, все это уже продлевает жизнь. Но проблема для того, чтобы, а для того, чтобы вести такие исследования, должна быть здоровая экономика, которая тратит миллиарды на серьезные проекты и здоровые ученые. А когда там ученые, начальники рассуждают серьезно, да, и Путину докладывают о возможности создания генетического оружия, если у вас там в Великих Луках бряк 13 школьников и вы не знаете от чего, ну, задайте себе вопрос, можно ли создать серьезные лекарства в Папуа-Новой Гвинеи? Да еще лекарства для бессмертия. Вот это такой жесткий закон истории. Если вы в стране лохам продаете кагоцилл, а главный инвестор в высокие технологии у вас Роснана, то у вас самый безопасный вариант, если императору обещает эликсир бессмертия, что эти деньги просто укладут или что это будет плацебо. А самый страшный вариант, это вот император Уди. Вы не можете производить одновременно кагоцилл для масс и эликсир жизни для президента, потому что для президента в этом случае тоже будете в лучшем случае производить кагоцилл. Перерыв на новости. И опять с вами Юлия Латынина, код доступа, который можно слушать по Эхо Москвы и смотреть по YouTube-каналу Эхо Москвы и по моему собственному YouTube-каналу Латынина ТВ и, кстати, о YouTube-каналах. Тут у нас на этой неделе выпустил дуть интервью Навального, оно собрало 13 миллионов зрителей, но это по состоянию на вчера и 96% лайков. А после этого почти одновременно ТАСС выпустил долгожданную, как он заявил серию интервью 20 вопросов Владимиру Путину и собрало она уже 205 тысяч просмотров на канале ТАСС, может быть, там еще где-то какие-то были. Комменты были отключены, но дизлайков я увидела там было три четверти. И вот многих поразило и многие комментировали, что когда в интервью, которое было заявлено как интервью о личной жизни президента, и вот собственно, когда ему задали вопрос о внуках, президент Фейса Матейбл приложил совершенно сельфильного журналиста и сказал, что вы хрюкаете. Но меня как раз поразило не столько это, а мне поразило вот, что когда президент Путин дальше отказался отвечать на вопрос, он сказал, вы не живете моей жизнью, не понимаете, что такое вопрос безопасности. Слушайте, я подумала, что слушайте, что такое, а можно действительно, неужели внуком президента Путина, если их имена или станет известно какой из дочерей они, неужели им реально что-то угрожает в стране России, в которой 400 тысяч людей в Росгвардии, 200 тысяч людей в ФСБ, и кто эти страшные угрозы, ЦРУ, Навальный, Макрон, почему нет угрозы внукам Трампа, и мы знаем состав его семьи. По этому поводу был вопрос вциома, и оказалось вциому, что 20% одобряют деятельность Навального людей в стране, что вообще очень много, потому что резко возросла узнаваемость Навального. По-моему, в прошлом году это было 8% людей или что-то в этом роде. И вообще это много в стране, где результаты опросов общественного мнения мы должны воспринимать с известной долей скептицизма, потому что в авторитарной стране вопрос общественного мнения не очень хороший инструмент, потому что понятно, что он показывает не то, что человек думает, боится человек или не боится. Я бы сказала так, 20% людей в России не боятся говорить интервьюерам, что они поддерживают деятельность Навального. Но вот просто на наших глазах произошел другой опрос, интервью Навального Дудю 13 миллионов и 96% одобрения в Ютубе. И в этом интервью не то, чтобы Навальный сказал много чего нового. И вот есть интервью, которое заявлено как эксклюзивное на день рождения президента, президента личном. И вот еще раз повторяю, это по состоянию на вчера 205 тысяч просмотров. Понятно, что аудитория Ютуба это не вся Россия. Но важно обратить внимание, что это значительная часть активной части России. Потому что понятно, что какое-то количество людей, которые симпатизируют Навального, они все равно не смотрели это интервью, они пошли почитали интервью Шпигелю. И собственно продолжалась на этой неделе эта история, когда после интервью Навального и Шпигелю и Дудю продолжались разные заявления российских чиновников о том, что значит должен быть Навальный благодарен Путину за то, что тот спас жизнь. Это Володин сказал еще на прошлой неделе. Было знаменитое заявление Пескова, что это ЦРУ работает с Навальным. И я говорила уже об этом на прошлой неделе на своем канале, но поскольку это не попало в Наэхо, я считаю важным повторить это в очень коротком виде сейчас. Надо понимать, что нету никаких заявлений и спойлеров о том, что Навальный отравил себя сам, что он работает с ЦРУ, что эти заявления, которые играют ровно ту же роль, что заявление Эрдогана, который обвиняет армян, что они напали на азербайджанцев. Это фейк-ньюс, потому что Навальный был отравлен, что он был отравлен новичком, что приказ об этом могли отдать только с самой верхушки государства, что на западе решили этого Кремлю не спускать, и что в результате, даже если не будет особых санкций, то когда Навальный потерял сознание, он был русским оппозиционером, а из Кома вышел фигурой мировой политики. А все остальное это попытки России перебить А давайте мы будем обсуждать Навальный сам отравился или не сам отравился, потому что ну вот давайте обсудим земля плоская или круглая, а если вы не хотите обсуждать, значит вы уходите от ответа. И я бы хотела важную роль ответить, важную вещь отметить, что вот с каждой казалось бы нету минусов у такой стратегии, потому что либо вы обсуждаете эти вещи, тогда они оказываются равноценными новостью о том, что Навальный отравлен, либо вы не обсуждаете, и тогда вы типа уходите от ответа. Но при этом с каждой попыткой предложения обсуждения такой темы статус людей, которые ее предлагают падает, и они перестают быть неусмекерами и превращаются с шутов. Я бы хотела обратить внимание, что вот в этой новой российской компании по дезинформации произошла одна поразительная вещь, которая не происходила в других компаниях, даже которой не было в 2008 году, когда была российско-грузинская война, и не было даже тогда, когда сбили боинг. Потому что, например, в 2008 году очень много было иностранцев, которые рассказывали, что да, вот тут грузины напали, а даже во время Майдана в 2014 году были, конечно, абсолютно какие-то фрики, но можно было процитировать какого-нибудь, я не знаю, из Италии, из Ломбардии, или фашиста, или нефашиста, или просто странного человека, представить его в качестве эксперта, сказать, вот там на Майдане фашисты. Вот обратите внимание, что все, что сейчас происходит, все вот эти шутихи, все тепловые ловушки, которые отстреливают власть по поводу отравления Навального, абсолютно все они исходят из уст каких-то помомских врачей, Володина, Пескова. То есть вот Володин и Песков вынуждены работать тем, что раньше на российских телеканалах гордо называлась иностранный эксперт из Папуасского университета. И две важные внешнеполитические новости. Это революция в Киргизии, но сложно сказать, что там происходит, но зато там все происходит гораздо живее, чем в Белоруссии. Вот пока в Белоруссии народ вставал на лавочки и заведомо ничего не добился, в Киргизии, где не слыхали, что революции должны быть мирными, народ одержал, ну, мы тоже посмотрим, что еще дальше будет, но, как и замечательно сказал Александр Невзоров, тут ничто так не побуждает мента к переходу на сторону народу, как если мент понимает, что его сейчас будут бить. Вот в Белоруссии народ подставил вторую щеку. После этого Лукашевские опалачи воспользовались замечательной максимой, если тебе подставляют вторую щеку, вставь зад подставляющего, черенок от лопаты и поверни. А и главное, уверься, что ты борешься со страшным врагом, который наслан западом, геем, инопланетянами, чтобы разрушить самое святое, что у тебя на родине есть. Ты не черенок от лопаты вставляешь задницу, ты родину спасаешь. И с этими чувствами черенок вставляется особо благостно и охотно. Мент испытывает одновременно прилив этого самого и духовно-патриотическое просветление. А вот если вместо этого, и вот если вместо того, чтобы снять тапочки и встать на лавочку, этой лавочкой берут, и этого мента правильно Невзоров отметил, то тот же мент понимает, что перед ним мирные люди с совершенно справедливыми требованиями. Потому что в ОМОН идут люди чтобы вставлять черенки, а не чтобы умирать за диктатора. А вот я сейчас занимаюсь делом репродуктологов, о которых я думаю, что эта статья на следующей неделе, если я все доделываю, выйдет в новый, и там абсолютно много ужасного, и самое ужасное, что вот этих детей, которые рождены суррогатными матерями, отбирают у родителей, или пытаются добрать у родителей, и сдают в детские дома, и знаете, что и при этом очень многие люди, причастные к следствию, они так вот свидетелей этих матерей пугают, а разве вы не знаете, говорят, что детей собирались разобрать на органы, и я думала, ну вот как же вот эти люди, которые играют в царя Ирода, сдают детей от живых родителей в психоневрологические интернаты, а почему же они еще и рассказывают такой ужас, что вот значит, вы знаете, что их иначе бы разобрали на органы, и вдруг я поняла, что они это делают ровно, потому, что им важно чувствовать себя спасителями, чем больше мерзость делает человек, тем больше ему важнее сказать, что он от чего-то спаситель, и разубедить там белорусского мента, в том, что они делают исключительно святое дело, разбивая головы там 17-летним девочкам, и массово истязая людей, с помощью подставления второй щеки точно ли нельзя, потому, что они от этого только приходят в раж, они понимают, что их священная война совершенно безопасна. Я сейчас не говорю о перспективах Киргизской революции, может, там ничего так и не случится, и вообще, честно говоря, Киргизии, что с революцией, что без революции, перспективы примерно одинаковые. Как вы не садитесь к известной басне Крылова, будет все одно и такое. Но вот если вы хотите, чтобы менты переходили на сторону народа, знаете, мне что напоминает 14 век, восстание красных войск против монголов в Китае, соответственно. А красные войска, они назывались красные, они же благоуханные, потому, что, значит, принадлежали восставшие к секте, и вот перед войсками носили курильницы, и считалось, что кого курильницу укурят, тот, значит, будет неуязвим для луков и стрел, и мечей, естественно. И что вы думаете, монгольские-то войска бежали, почему? Потому, что они знали, что их же окурили, они же неуязвимые. Вот как только войска поймут, что с той стороны люди неуязвимые, окуренные, вот тут-то они и бегут. И, собственно, Армения. Две подряд новости, значит, одна гость объявили перемирие, потому, что приехали в Москву, министры иностранных дел, Армении, и вот помирили Армению и Азербайджан. И вторая новость, что тут же, значит, Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия. Я как-то даже и не сомневалась, потому, что, ну, тактически, насколько я понимаю, что это перемирие выгодно обеим сторонам, потому, что Армения, оно даст перевести дух после поражения, поражения, контрнаступления, о котором я говорила на прошлой неделе. Азербайджанцам, опять же, даст возможность перегруппировать войска, потому, что у них просто войска дольше, чем Армения, же воюет на собственной территории, будем называть Нагорный Карабах, не политкорректно, но по факту территория Армении. И, соответственно, им передислоцировать войска гораздо легче и быстрее, чем Азербайджан. То, что Азербайджан занимает полтора дня, у Армении занимает шесть часов. Но пока, вот за эту неделю произошло следующее. Произошел разгром, насколько я понимаю, армянского контрнаступления. Ну, насколько я понимаю, план Армении, которая, как я уже говорила, просто не имеет таких современных вооружений, как Азербайджан, а тем более не имеет таких современных вооружений, как Турция. Напоминаю, что в воздухе в войне господствуют азербайджанские беспилотники, которые, собственно, предоставлены Турцией. Это, собственно, те же самые беспилотники, которые наших вагнеровцев громили в Сирии и в Ливии. От них реально нет защиты. Они могут подавить большую часть того, что большую часть противовоздушной обороны Армении, включая, они разгрохали, насколько я понимаю, в первые же дни войны ту С-300, которая была предоставлена России и Армении. И, соответственно, мы видим армянскую армию, которая, на самом деле, является копией Российской. А Российская армия это армия 20 века. Азербайджанская армия, тем более турецкая армия, которая за ней стоит, это армия 21 века. И единственной надеждой армян, у которых более высокий боевой дух, но тяжело воевать с голой пяткой против топора, это контрнаступление, это заманить азербайджанцев в котел и обрушиться на те части, которые вошли в котел с обеих сторон. И азербайджанцы при первом господстве воздухе, собственно, разбили те части, которые должны были вести контрнаступление. Дроны пожгли танки. Еще повезло армянам, что три дня был дождь и турецкие дроны не летали, потому что слава богу, это дроны не последнего поколения. Израильские, Азербайджанские, Израильские, Американские летают когда угодно, а турецкие дроны, они так похуже, они летают при дожде им плохо. А, собственно, что касается российских дронов, то их нет никаких нормальных. Я уже говорила, что происходит, потому что происходит очень печальная картина. В Армении случилась революция, к власти пришел некоррумпированный политик, и мы все думали, что Кремль сделал самое умное, что мог, это просто забыл про то, что в Армении случилась революция, потому что все равно Армении никуда исторически не деться. Как выяснилось, не забыл, и сейчас, судя по всему, в Кремле с удовольствием наблюдают, как Турция, Азербайджан с помощью хороших вооружений и боевиков сирийских, привезенных из Сирии, где они сражались против российских войск, решают для Кремля проблема по Шене, потому что если он потеряет Карабах или Чайс, то он проиграет выборы. При этом Кремль как-то рационализирует свою позицию и пытается сделать вид, что он остается арбитром в этом районе. Собственно, вот это вот перемирие, это как бы способ продемонстрировать, что нет, по-прежнему Москва что-то решает. Я боюсь, что это иллюзия, что решает, арбитром является Эрдоган, решает он, потому что, ну слушайте, там идет война. Эта война идет за то, чтобы забрать для Азербайджана весь Нагорный Карабах. Непонятно, с какой, с каких дипломатических доводов азербайджанцы будут соглашаться на меньшее, если, как я уже сказала, военное преимущество сейчас за ними, армянская армия просто перемалывается гораздо быстрее, в войне на истощение армянская армия не имеет шанса, и обе стороны, и Турция, и Азербайджан, много раз, их отношение к армянам прекрасно известно. А что может Путин в этой ситуации решать? Вот он поставил армянам одну гнушилку, чтобы оглушить эти дроны, да, она работает, ее до сих пор не уничтожили. А это хорошая глушилка, такие же глушилки у нас стоят вокруг Хмеймима и в Тарту, в Сирии, и вот мы видим, что туда действительно не попал ни один дрон, именно потому, что их глушат, и после этого их легко сбить. Но эта глушилка защищает 50-60 километров, это вообще не о чем. А почему Россия не хочет поставлять другие глушилок? Ну, как я уже сказала, во-первых, о политическим соображениям, чтобы расправиться с Пашиняном руками турок, а во-вторых, да, собственно, и нечего поставлять. Их просто мало. Их... Мы воюем в Сирии, мы воюем в Ливии, мы воюем везде, где не надо. В результате в нашем Кавказском подбрюшье, там, где вдруг Турция решила заявить о себе как о новом мастере гибридных войн. И там, где Эрдоган решил восстанавливать блистательную порту, у нас воевать нечем, да еще у нас есть вот эта иллюзия о том, что, типа, мы справимся с Пашиняном руками турок и останемся при этом арбитром в этой части региона. К сожалению, есть вот Турция, с которой сражалась Российская империя. И, собственно, благодаря этим сражениям, а также сражениям с Персией, сохранился крохотный исторический кусочек Армении, который существует до сих пор. Турция восстанавливает свое влияние в регионе, она бьет Россию в Сирии и Ливии, при этом Путин боится ссориться с Эрдоганом, сложно сказать, почему. Может быть, есть просто проблема военных поражений, может быть, просто много бабла пилится на разных совместных проектах, типа того же самого турецкого бесполезного потока или АЭС. А тут, понимаете, очень простая вам шашечки или ехать. Либо у вас геополитическое влияние в регионе, либо вы зарабатываете на откатах. А две эти вещи не совмещаются. И поскольку война уже идет, и поскольку Азербайджан уже де-факто является колонией турецкой, а не российской, то, в общем, видно по поведению России, что тигр бумажный. Видно, получается, что Кремль только против европейцев умеет делать гадости и всякие Донбассы. И, к сожалению, если отойти подальше, то вообще вся сама стратегическая ситуация Америки это, к сожалению, следствие путинской политики, потому что Армения плохо готова к войне. Личная храбрость не может заменить отсутствие беспилотников и современных артиллерийских систем. А Армения плохо готова к войне прежде всего потому что у нее слабая экономика и ее армия была ориентирована на российскую по типу. А экономика слабая потому что ее разворовали президенты и чиновники поддерживаемой России. Соответственно, Армения попала в ловушку, когда президент, который делает в стране реформы, как Саакашвили или Пашинян, то его реформы вызывают недовольство России. Если он не делает реформы, страна проигрывает войну. Обратите внимание, что Россия еще раньше взяла на себя посредничество в этом регионе. И посредничество это привело к тому, что ни одна из непризнанных республик Абхазия, Южная Осетия, Карабах не превратились на нормальное для проживания место, и все конфликты были заморожены, они решены. Если бы Россия в первую очередь была экономически сильным актором в мире, и, собственно, если бы мы производили нормальную экономику, а не Кагоцелл и Пилюля бессмертие, то Россия бы в ООН за прошедшие 25 лет действую рационально сумела бы добиться разрешения этих конфликтов. Ну, например, воссоединение Карабаха с Арменией, допустим, в обмен на отказ от каких-то сел, и, скажем, признание независимости Абхазии в обмен на отказ от претензий Южной Осетии. Потому что есть принцип статус-кво существующих границ, к которому никогда не следует подходить легковесно. Но есть право физического выживания населения живущего на территории, его право не быть вырезанным, есть здравый смысл, есть история, не в той части, в которой она написана в книжках, типа, смотрите, тут когда-то жили печенеги, давайте отдадим эту территорию печенегам, а в той части, в которой она является фактором действующим современности. И вот де-факто Карабах является частью Армении. Де-факто, если вернуть эту территорию Азербайджану, или люди с нее убегут, армяне, или будут вырезаны, потому что, ну слушайте, ну эти сирийские боевики, что они умеют и зачем их туда привезли. И когда мы говорим, что эти республики не признаны, так они почему не признаны, а почему Южный Судан признан, почему Косово признан, а Карабах нет? в том числе из-за экономики, политики и позиции России. Потому что вместо того, чтобы реально быть арбитром, Россия использовала эти кавказские конфликты, имеющие место в зоне недообразовавшихся государств, как крючки в теле страны, за которые она будет дергать. Мотив был не помочь и укрепить, а мотив был ослабить и делать гадости, разделяя и властвовать. Гадости делались великолепно. Но вот в Кремле забыли, что не только мы умеем вести гибридные войны и делать гадости, есть другой специалист Эрдоган. И, собственно, пока Кремль ведет себя как человек, который видит, что у соседа горит дом и думает, что, ой, хорошо, я сейчас на этом пожарю себе рыбу. Потому что, откровенно говоря, дай бог, если я ошибаюсь, но я не верю, что это перемирие продлится, я не верю, что у Турции и Азербайджана есть стратегическое желание в том, чтобы использовать это перемирие для мира, потому что для перегруппировки, да. И я не вижу, что Москва в нынешней своей слабой и коррумпированной позиции может являться арбитром этого конфликта. И, собственно, мы видим, что она не хочет являться арбитром этого конфликта. Последние у меня остались две минуты, и я бы все-таки вернусь к истории с Трампом, который выздоровел от коронавируса, в чем с блеском. Два дня он провел в больнице, не болел, то записывал видео, катался по территории, махал своим сторонникам. И, если можно, я скажу одну очень важную медицинскую вещь, потому что, в принципе, это значит, что коронавирус научились лечить. Потому что Трамп принадлежит к числу тех пациентов, которые могли попасть довольно серьезно, как Джонсон. Ему давали кучу всего, в том числе, ему давали антитела, которые сделал регенерон, ему давали стероиды, ему давали рендосевир. И, хотя это были некоторые из них экспериментальные лекарства, вот вопрос, а как же теперь FDA, представьте, с какой скоростью оно зарегистрирует лекарства регенерона, потому что оно же не может серьезно сказать, что, знаете, вот тут Трампу дали препарат, который был опасным, давайте мы еще годик его поиспытываем. Я не хочу еще говорить о немедицинской составляющей, потому что, ну, как-то у меня глаза вылезли, потому что, значит, она была примерно такая у левой прессы, во-первых, у Трампа никакого коронавируса нет, он притворяется, что вызвать наше сочувствие, во-вторых, он вот-вот умрет, а врачи говорят вам неправду, что он себя хорошо чувствует, и, в-третьих, он соврал, когда он заболел, потому что он, так сказать, типа заболел не тогда, когда нам сказали, а скрывал свой диагноз и сходил в таком состоянии на встречу с донорами. Ну, вот, врачи Белого дома так и будут врать про диагноз Трампа, чтобы он сходил на встречу с донорами. Я хочу обратить мне кажется, что Трамп вел себя очень мужественно, потому что он все время говорил, да, ковид серьезная вещь, но экономика важнее, и нельзя позволить страху управлять нами, нельзя принимать нерациональные решения. Было понятно, что при образе поведения риск высокий, но этот риск был рациональный, потому что человек, который управляет США, но не может себе позволить сидеть, как диктатор в бункере. Вот, Владимир Владимирович у нас вроде бы там говорят, что он ни с кем не встречается, кроме как, выдержит две недели на карантине. И я с ужасом поняла, что я знаю двух политиков, которые сидят в бункере сейчас, и это Путин и Байден, потому что в том, чтобы прятаться от ковида нет ничего плохого, то, что если ты пенсионер, если риск высок, в общем, ты с людьми общаешься мало, безусловно, имеет смысл там свести контакты с минимумом. Если человек девалтируется в президенты США, то это значит, что он должен вести активную избирательную кампанию вне зависимости от того, угрожает ему вирус или нет, потому что это его выбор. Нельзя хотеть стать президентом США и сидеть в бункере. Вот это у меня как-то мысль вдруг при виде того, что происходит с Трампом и Байденом, показалась достаточно важной. Ну, на этом я с вами прощаюсь. С вами была Юлия Латынина и Код доступа. Всего нас можно слушать по Эхо Москвы и смотреть можно нашу программу по YouTube Эхо Москвы и по ему собственному каналу. Не забудьте на них подписываться. А если вы сможете помочь проекту Латынина ТВ деньгами будем вам очень благодарны. Как это можно сделать у нас в описании под видео. Мы вот вложили значительную часть денег, которые нам присылали в новую технику. И, как я уже сказала, скоро у нас, я надеюсь, будут стримы и прочие дела. А пока смотрите Ахилла, Патрокла и Бресииду, он же краткая история однополого секса от клопа и до жирафа и от ромала до наших дней. Скоро вывесим инфантильный от клопа